Руководитель главного управления российского генштаба, это то самое знаменитое или же печально знаменитое игру, Игорь Коробов неожиданно скончался в возрасте 62 лет. Вот тут он на фотографии вместе с Шойгу, министром обороны. Точная причина его смерти не называется, сказано лишь, что он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Его место занял адмирал Игорь Костюков. Ну, я напомню, что Коробов возглавил военную разведку в 2016 году после смерти Игоря Сергуна. Тот умер при загадочных обстоятельствах на своей подмосковной даче. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако частное разведагентство Stratfor сообщало, что Сергун на самом деле умер не 3 января в России, а погиб 1 января в Ливане. В последние годы российскую военную разведку обвиняют во многих агрессивных действиях. Ну, это прежде всего участие в операции по захвату Крыма. Также США обвиняли ГРУ, для удобства будем называть эту организацию именно ГРУ, в кибератаках на серверы Демократической партии в 2016 году и в попытках мешаться в американские выборы. Ну, а британские власти обвиняли ГРУ в отравлении бывшего полковника того же самого ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также обвиняли организацию в кибератаках против организации по запрещению химического оружия, Всемирного антидопингового агентства, против следователей, которые ведут дело о крушении малосийского Боинга в Донбассе. Ну и сам Коробов с 2016 года находился под американскими санкциями, как раз из-за вмешательства в американские выборы. Сейчас на прямой линии связи с нами наш московский корреспондент Фарида Рустамова. Фарида, приветствую тебя. Вызывает ли вопросы смерть Коробова, так же, как и его предшественника? Можно ли ее поставить в разряд вот тех самых странных смертей? Ну, действительно, чем меньше знаний, тем больше рождается косморология, поскольку ГРУ это одно из самых секретных ведомств в России. Его бюджет, структура и численность, даже биография руководителей является государственной тайной. Безусловно, внезапная смерть человека в не самом пожилом возрасте вызывает вопросы, особенно учитывая смерть его предшественника и подозрение в том, что он погиб вовсе не в России. Коробов был назначен всего лишь чуть больше двух лет назад, достаточно небольшой срок, но за это время, как ты уже сказал, Олег, произошло довольно много скандалов, и поэтому действительно его смерть кажется не случайной, но знать мы этого не можем. Официальная версия, единственное, что пока прозвучало, это то, что он умер после продолжительной болезни. Ну, там в некоторых анонимных каналах разве что писали, что он там за какое-то время до его смерти, что он болел онкологией. Фреда, ты уже сказал, что ГРУ одно из самых закрытых подразделений вообще, да, но на самом деле в последние годы оно стало очень открытым, да, и это не радовало как раз руководство ГРУ и руководство страны, я имею в виду, конечно же, прежде всего разоблачение тех самых людей, которых называют сотрудниками ГРУ, да. Говорили, что у Коробова якобы было очень много из-за этого проблем, так ли это? Официальная версия ГРУ. Вокруг ГРУ и внутри ГРУ из-за скандалов мы знать не можем, но официально, опять же, никто Коробова не критиковал, ни его начальники, то есть ни от Шойгу, ни от Путина, конечно же, мы не слышали. Наоборот, вот в начале ноября на столетии празднования создания ГРУ Путин очень хвалил ведомство и говорил, что ему нужно вернуть название ГРУ, потому что сейчас называется Главное управление Генштаба Минобороны. Ну да, и тот же Путин тоже говорил, что Петров и Баширов это, в общем, не сотрудники ГРУ, и знаем мы этих людей, да, эту историю мы тоже помним. Ну а если все обкутано, что называется, туманом секретности, закрытости вокруг Коробова, что известно о новом главе ГРУ, о Костюкове, он адмирал, то есть, по сути дела, наверное, имеет какое-то отношение к военно-морским силам, может быть, его-то уж деятельность не так засекречена, как предшественника на посту главы ГРУ. Ну, мы знаем, что он принимал активное участие в руководстве операции в Сирии, ему 57 лет, он тоже Герой России, это звание ему было присвоено в прошлом году, и он тоже находится под американскими санкциями, так же, как покойный Коробов, за вмешательство в выборы, в 16-м году он попал под эти санкции, и вот в 18-м году тоже. И, известно, сейчас в СМИ обсуждают выступление Костюкова весной этого года на московской конференции по безопасности, там он говорил в таких традиционных консервативных тонах о гегемонии США и о том, что администрация Трампа пытается завоевать господство в экономической и политической сфере во всем мире и не идет на сотрудничество. Пока что мы знаем о нем совсем немного.